Тверской госуниверситет будет прикладывать все силы, чтобы достройка нового корпуса не прекращалась и в нынешнем году. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала новый ректор Людмила Скаковская. При этом она отмечает, что необходимо провести обследование здания. Этот корпус уже не один год печально возвышается в этих полях на Суменке. Здание хоть и не маленькое, но и не стоэтажный небоскреб. Тем не менее, из-за хронического недофинансирования оно давно превратилось в незавершенку, которую теперь надо еще и перестраивать. Когда в 2006 году начинали строить это здание, никто не думал о том, что будут требования к инвалидам, допустим, к людям с ограниченными возможностями. Могли запросто заехать. Да, это справедливое требование, но надо же перестраивать опять же. И этим список переделок не ограничится. Какие-то материалы, которые были в проектной документации, устарели морально, а какие-то уже просто не применяются. Да и вообще, любое, даже полностью готовое здание, если не эксплуатируется, оно начинает разрушаться. Что уж говорить про долгострой. Так что без перепроектирования не обойтись. И эти работы уже ведутся. В течение этого года мы бы, конечно, хотели сделать так, чтобы это здание не то что не перестраивать, но если, допустим, что-то там менять, то с наименьшими потерями. Очень хочется начать. Но, конечно, главное это финансирование. На завершение работ нужно около 100 миллионов рублей. Их должен выделить федеральный центр. Вроде бы не ахти какая сумма, но учитывая, что такие незавершёнки есть у многих университетов страны, выделение средств именно Твери будет сродни небольшому чуду. Однако педагоги и студенты не теряют надежды. Равно как и на региональные власти. А вдруг они снова преподнесут подарок. Наподобие недавно открытой ультрасовременной университетской библиотеки.